Музей у кафедры биологии Медицинского университета уже полвека. В его коллекции более полутора тысячи экспонатов. И что самое уникальное, 80% из них – натуральные препараты. Особое внимание заслуживает стенд эмбрионального развития. Здесь показан процесс формирования плода с момента его зарождения. В ходе экскурсии или лекции преподаватели более подробно останавливаются на первом триместре беременности. Ведь именно в этот период у ребенка формируются все основные органы и системы. Очень важно, чтобы мама не употребляла алкоголь, никотин, наркотики или лекарственные препараты. Все это может очень негативно отразиться на развитии ребенка. Самые тяжелые патологии представлены в музее. Это все настоящие препараты. Некоторые из них – рожденные дети. Но они не смогли жить в связи с тяжелыми заболеваниями. Волчья пасть – это не зарощение неба по средней линии. Иногда у детей бывает такое состояние, когда в эмбриональном развитии что-то мешает тому, чтобы заросло верхнее небо. И тогда эта ситуация является достаточно опасной для здоровья и жизни ребенка. Кроме этого, на стенде представлены образцы сиамских близнецов, а также детей, у которых развились такие тяжелые патологии, как гидроцефалия, когда в головном мозге образуется очень много жидкости и микроцефалия – недоразвитие головного мозга. Есть в коллекции также эмбрион с трубчатым носом и другие препараты, которые изображают тяжелые патологии. Их можно избежать, если женщина будет серьезно относиться к зачатию и беременности. Ребенок развивается в утробе матери, питается посредством сосудов, которые доставляют ему кровь, кислород, питательные вещества через плаценту, то, естественно, при выкуривании каждой сигареты происходит сужение сосудов. В плаценте уменьшается кровоснабжение ребенка, и эти дети, это доказано, рождаются с более низкой массой тела, испытывая задержки в психическом, физическом развитии. Музей посещают не только студенты медуниверситета, но и школьники, чтобы своими глазами воочию увидеть последствия никотина или алкоголя. Ведь не зря, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Подобное зрелище, возможно, убедит молодых людей отказаться от вредных привычек. Александра Пермякова, Андрей Заходский, служба новостей и ТВ.